Доброе утро, мои дорогие и любимые! Ну, я уже вам приоткрыл занавес тайны. Готовим мы сегодня блинчики, и они должны быть у нас эластичными. За это будет отвечать интересный ингредиент, который не каждая хозяйка добавляет в свои блинчики. Так, теперь по порядку. Блинчики у нас будут с начинкой, поэтому для начинки я буду использовать творожный сыр, красную рыбу и майонез. Ну, а основу наших блинчиков составляет, конечно же, молоко, яйца, мука, пшеничное, подсолнечное масло и крахмал. Вот именно этот ингредиент добавит им эластичности. Приступим к приготовлению. Конечно же, муку я просею через сито. 5 столовых ложек пшеничной муки с горкой. Так, после того, как мы просеяли муку, добавляем сюда крахмал, 3 столовых ложки. На этом этапе мы добавляем соль и сахар. Яйца куриные 4 штуки. Аккуратно начинаем вымешивать тесто. Для того, чтобы ваши блинчики получались без комочков, но об этом знает каждая хозяйка, тесто необходимо сперва вымешать без молока, а уже потом разбавлять молоком. Ну и теперь вот можно добавлять постепенно молоко. Примерно пол-литра молока, но здесь отталкиваемся от консистенции вашего теста. Пожалуй, на этом этапе я вместо ложки возьму венчик. Ну и, конечно же, добавим в тесто пару столовых ложек подсолнечного масла. Ну что ж, тесто готово. Как любое тесто, тесто для блинов, оно тоже должно у нас немного постоять, отдохнуть. За это время у нас разогреется блинница, и за это время мы успеем сделать начинку для блинов. Для приготовления начинки я выбрал малосольную красную рыбу. Ее мы нарезаем кубиком, небольшим, и выкладываем отдельно в глубокую тарелку. Сюда к рыбе я добавлю майонез, буквально одну столовую ложку. Кстати, майонез я предпочитаю натуральный, поэтому всегда обращаю свое внимание на торговую марку МЖК, майонез провансаль. Он приготовлен из сырья российского производителя, а еще у него небольшой срок годности, что дает мне право полагать, что в данном продукте используют ингредиенты хорошего качества. Ну что ж, начинка, в принципе, готова, потому что сыр мы будем накладывать отдельно, рыбку мы с майонезом смешали. В принципе, этого достаточно. Можно переходить к основной части приготовления. Так, не теряем времени, пока у меня жарится блин номер два, я вот так надрезаю половину блинчика и выкладываю, значит, сюда часть начинки. Вот таким образом, немного небрежно, тем не менее, мы подготовили начинку. Теперь раз свернули, два свернули и три свернули. Готово? Начинки мне, конечно, хватило далеко не на все блины. Некоторые пришлось оставить без начинки, но тогда вход идет молоко сгущенное. Приглашайте всех к столу и всех с прошедшей масленицей. Правдин приготовил, приятно подкрепиться. Продолжение следует...